Сегодня у нас в гостях член рабочей группы при президенте по транзиту товаров Тимур Надарая и председатель ветеранской организации АРУА Тимур Гуля. Тема нашей пресс-конференции – распоряжение президента о разрешении на ввоз товаров из Грузии. Вчера вот было... Вы как раз говорили о том, что вы против того, чтобы товары поступали из Грузии в Абхазию, поясните, пожалуйста, да, с чем вы не согласны конкретно и что, может быть, вчера говорили, то, что было за кадром. Дедушка, спасибо. Я хотел бы, чтобы вы представили сперва Тимур Гуля, а потом вы задали меня, потому что я в этой комиссии АРУА, я хотел бы, чтобы он начал. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты. Снова пришлось вас побеспокоить. В стране очень дневно происходят абсолютно несоответствующие интересам народа и государства. Скрытые от народа действия властей продолжаются. Сегодня мы наблюдаем ложь, манипуляции, беспредел. Но, впрочем, слепой и абсолютно равнодушный человек может не видеть то, что происходит в стране. Поводом сегодняшней нашей пресс-конференции, я думаю, стало распоряжение президента Аслана Бжаня о ввозе различных товаров в Абхазию. Это товары, это сельхозтовары, также сельскохозяйственные машины, автомобильный транспорт, различные моторные масла, корма, даже живые коры. Мы об этом говорили, о торговле с Грузией неоднократно. И сегодня мы можем заявить и готовы сказать о том, что мы против торгово-экономических отношений с вражеской Грузией. Спасибо, если будут вопросы, мы готовы отвечать. Спасибо большое. Еще хотел сказать, извиняюсь, еще хотел сказать, вот этот документ, распоряжение главы государства, ну, как обычно мы узнаем, но ни в коем случае посредством информации на сайтах администрации президента или же Кабинета министров. Спасибо большое. Да, спасибо. Вы знаете, что мы, Арва, входим в различные комиссии предпрезиденте, которые создаются. Мы оцениваем этот факт положительно, что президент включает нас в различные комиссии, где обсуждаются различные темы, но, к сожалению, мы должны констатировать, что есть там, где наш голос слышен, это очень редко, и, в большей части, он просто пропадает, как ехал, уходит куда-то. Сегодня пятница, Великая Пятница, вы знаете, я хочу от лица Арва, от нас всех поздравить, народ, с наступающей Светлой Пасхой. Сегодня люди красят яйца, красный цвет. Это говорит о том, что люди вспоминают о страданиях Христа, о крови Его крови. Это очень символично, что мы не должны так же никогда не забывать, и на нас свято кровь, пролитая за эту землю. Если мы начинаем забывать, нас ждут огромные, неисчислимые бедствия. Психи луфоза рыбна. И тахаз рыбна. Я понимаю, люди не могут объяснить, когда происходят какие-то чудовные вещи, когда, там, липус, пилин, 155, многовековую. Наверное, когда народ, Бог хочет наказать, наверное, лишает нас разума. И к этой части я отношу стремление некоторых под самыми благими намерениями помочь народу, Абхазии, людям, купить дешевле, там, что-то в Грузии, мы для них стараемся. Это вот довод тех людей, которые говорят, давай их привезем. Но это разве довод, страна, которая нас не признает. Где происходят митинги, где сегодня говорят Сухум, Сухум, на Сухум, на Цкинвал. Наше правительство строит зоты на границе. И в это время мы видим, что с другой рукой мы говорим о том, что какие-то торговые отношения. Я хочу сказать, что я входил в комиссию из четырех заседаний, я был на последних двух, вчера в том числе, но это комиссия по транзиту. Комиссия по транзиту, ну, вообще ее создание, как бы, непонятно было, да, но оно было создано. Почему непонятно? Если говорить о транзите Грузов и в Россию, из третьих стран в Россию, у нас есть межгосударственное соглашение, по которому любая сторона обеспечивает транзит Грузов. Также Россия обеспечивает транзит Грузов, скажем, из Баргана, Новороссийск в Абхазию. Люди привозят там товары, машины, они проходят транзитом, они не растамазываются на территории России. То есть это соглашение, оно, как мы, давно действует, оно у нас есть. Также мы имеем свои обязательства, скажем, через... Если надо было внести в указ Бога, сейчас Сергея Васильевича, 2007 года какие-то изменения, там можно было, хотя оно, у нас же международные договора имеют перед нашим решением больше юридического значения. Ну, то есть необходимости такого не было. Вот это соглашение внести в него изменения, ну, не нужно было, потому что транзит другими договорами, межгосударственными договорами уже отрегулирован. Но есть, конечно, такие моменты, которые беспокоят, скажем, что те Грузы, которые заходят, будут и уходят транзитом, их надо же проверять, а вдруг, как случилось на Крымском мосту, в документах заявлено, что там лежит цемент, а повезли взрывчатое вещество и взорвали где-то. Компроволь, таможенные органы, они не готовы на самом деле к этому, потому что там нету тепловизора, который просвечивает, сканирует эти машины, их надо где-то ставить на яму, и вчера, я словом сказал, даже площадку поблизости, не можем найти все, как бы уже занято вокруг поста, где мы могли разгрузить эти грузы. Транзит, конечно, принесет бюджет наш, какие-то деньги, обычно таможенное сопровождение делается, при таможенном сопровождении 2 доллара за километр. Берут в России, например, одна фура проехала 400 долларов, да, 10 фур, 4 тысячи долларов в бюджет по сути. Мы там находимся с властями понимания, это один из таких небольших моментов, где какое-то понимание есть, и мы готовы с этим работать. Потом в ночное время транспорт не должен быть перегружен, наш, да, наша инфраструктура не должна быть перегружена, потому что для этого вы сами знаете, что говорится у нас особенно, как если фур, эти поэты уже в ночное время, их так, то есть эти моменты. Но вдруг комиссии по транзиту, еще до того, как я, появилась тема обсудить, это члены, как и комиссии выразили, кто-то выразил такое, что давайте мы обсудим, как вот из Грузии тоже в Абхазию поступали товары, которые нужны нам. И это нам поможет в борьбе с контрабандой. Слушайте, понимание контрабанды, это вообще другое. Это преступление, которое совершеннее. У нас, например, на границе с ПСО, любые грузы проходят, там что нет контрабанды? Контрабанды, это когда идет, скрывается от декларирования какие-то товары. Фура подъехала, половину товаров задекларировали, другую половину не задекларировали, взяли взятку. У нас в ПСО, я хочу миф разве, в десятки раз больше контрабанды, чем на Инду. Но мы сегодня, вот по всякими этими благовидными мерами, мы хотим, мы что, с Грузией помилились? Ну пусть нам скажут, слушайте, вы готовы сегодня торговать с Грузией, предприниматели их, что, поставляют товары. Мы, мы дружим с Грузией. Вы это еще не поняли. Мы готовы принимать из Грузии товары и дальше их реализовывать с целью получения прибыли. Тогда мы поймем, слушайте, какой адхаз, у нас есть до сих пор там кровная месть, да, еще есть. Какой адхаз к врагу, если у него есть магазин, заходит, покупает кто-нибудь, есть ли это? Как мы можем, слушайте, мы когда-то в святые рощи, на наши святые места приходили и говорили, молитву произносили. И сегодня мы нарушаем эту молитву. Нас что Грузия признала. Вот говорят, мы хотим саженцев. Слушайте, вот недавно, я знаю случай, что из Абхазии в Россию выразили саженцев. С третьей попытки вывезли. Они, оказывается, должны быть прокрашены особенными химикатами, чтобы никаких микробов в них не было. Пока вот это все не пройдет. Целое дело, мы будем знать, что все эти процедуры, грузии, кто-то исполнил, чтобы провести саженцев. Или не завезет еще какую-то заразу. Я говорю там о биологических лабораториях Грузии. У нас что, такие серьезные там есть лаборатории на границе, что ли? Этого всего нет. Даже если это было, как мы можем сегодня вести торговую, я говорю, с вражеской страной. Можете мне вести, чтобы их бюджет наполнялся этими всякими налоговыми поступлениями от продажи товаров на территории Абхазии. Мы, то есть, в одностороннем порядке открываем свои таможенные границы. В одностороннем порядке, подчеркиваю, для товаров из Грузии. Вы помните, когда в Турции был переворот, хотели сделать, и в знак протеста бойкотировали турки американские товары, а Айкеды об стенки распивали. Я призываю народа Абхазии бойкотировать все товары, которые приходят из Грузии. Нам говорят, без маркировки это вообще ничего. То есть, мы, мол, эти товары только будут идти без маркировки. Я вообще не понимаю, эти люди, которые это говорят вообще с головой дружи. То есть, это грузинский товар с маркировкой, сделанным в Грузии, в Абхазии внезапенности. Но если там маркировки нету, от того, что там нет маркировки, он что, перестал быть грузинским товаром? Что случилось с людьми, не понимая. Но проблема, проблема, ну я хочу, Тимур Лёшевич, привести те аргументы, которые мои оппоненты озвучивают. Мои оппоненты говорят, на Энгур все это время с контрабандой не можем справиться, и за это надо его лекаризовать, чтобы бюджет что-то получал. Я опять прихожу, контрабанд это вообще другое понятие. Я привел, уже не буду повторяться, пример по ПСО. Но в любой стране, где разрешен переход через КПП, через границу людей, там, ну это так, и мы во время блокады тоже это знаем, переходили на ПСО, что-то там муку в мешок нес, что-то там, еще что-то, в личных целях, что-то люди висли, разные товары. Или мы должны границу закрыть наглухо, сказать, люди не переходят, и тогда, естественно, если люди не переходят, никаких товаров тоже не будет. Но раз мы в гуманитарных целях, вот как мы говорим, что эти люди там имеют родственников, семьи разделенные есть, туда входят, и в таких целях, как и в гуманитарных, мы взяли на себя обязательство, что они, жители Гальского района, переходят. Я не говорю, что это неправильно. Все это время существует. Но все это время таможенный комитет никак не смогли добиться. Я еще и при Рауне Чунковиче об этом поднималась. Распишите, что могут эти люди привозить с собой. Безпоршебный, а на какие товары вы, вот в личных целях, что возят, в личных целях, не для коммерческих, можно обложить поршебный. Скажут, нам говорят, что по решению Сергея Васильевича Бакарыча было разрешено 50 килограмм, каждый имеет в личных целях привозить. Сейчас они говорят, что этой цифры мы нигде не видели, 50 килограмм откуда вы их взять. Вся Абхазия знает, что 50 килограмм нужно, а сейчас говорят, что документы нет. Ну хорошо, говорят, что там в каком-то таможенном кодексе есть нормативы, которые люди могут переносить. Вчера присутствовал Ислан Сыбович, это мой друг, сосед, мы живем в деревне очень, родители наши дружили. Я с большим уважением к нему отношусь, и вообще у меня есть родственные отношения к Жоповичу. Но когда он вчера заявил, что это была его инициатива прийти к президенту, попросить детей, и он уже полгода как написал на имя президента, что вот все хозпродукты. Он говорит, как по набиле, у меня не имеют отношения, это не моя. Я просил, говорю, саженцы, посылочный материал, чтобы оттуда можно было забыть. Я говорю, слушай, у меня вся техника российская, что за сельхозная техника? Ну есть, 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 в Турции, там в Грузии тоже это не производят, тракторы GBC. В Турции у нас вот корабли ходят, люди, товар возят из Турции. Можно туда заказать, и думаю, чем напрямую, еще дешевле будет. Я хочу сказать, что я не говорю, что кто-то из моих оппонентов меньше любит, чем я, Абхазию, или я там больше потрет, а не потрет. Почему нет? Но я когда слушаю, я просто порадаюсь, или я сумасшедший. Может, не скажите мне тогда, что я сошел с ума и не воспринимаю действительность, как это. Ну как вы можете сегодня, говорят, мы за два года на 48 миллионов по программе сельского хозяйства привезли, говорят, оттуда товар. То есть, бюджетные деньги, которые Минсерхозу, и 48 миллионов ушло в Грузию. Так получается. Потом мне говорят, а почему, вы говорите, в прошлом году мы внесли поправку в указ президента по винограду и разрешили ввозить виноград в Игорь Невозмущадь? О том, что поправка... Мы впервые слышим об этом. Мы впервые слышим об этом, это опять же подвержает словам Тимура Лесни. Вам известно было? Нет. О том, что оказывается, уже год... Это кулуарное общение, как обычно. Да. В Абхазии можно через Изюгурь завозить виноград официально и продавать. Об этом мы вчера услышали. Может, много чего очень можно. Да. И этот документ, вы видели, как нам попался, он как-то в сети интернет, он это сфотографированный отзимал, случайно. Я, первая моя встреча была с президентом по инициативе президента страны еще два года назад, когда Батал Тапагова попросил, что президент хочет иметь информацию, так как я был пять лет главой тайского рынка, что там происходит в моем виде. Я это с уважением, я помню, мы встретились с президентом. Он сказал, что про всех процентов... Он не тех, всех, которые мы касались, и учебы, и образования, и что там происходит, какие работы МПО там проводят, и международные организмы. Всего мы касались. Два часа был разговор. Он поц. разговора поблагодарил, сказал, что 70% того, что я сказал, он как бы не знал или не видел, это с такого ракурса не смотрел. И у нас несколько встреч с Тимуром Лесиковичем было. Это говорит о том, что мы не хотим... Вы знаете, какая ситуация вокруг. Мы не хотим в этой ситуации сложно призывать постоянным митингом. Потому что они делали все шесть лет, когда президент был хаджим. Каждые полгода сходы, митинги, демонстрации. Мы тоже можем сегодня поехать в Ару Афцина-Ингуре, устроить там акцию. И сказать никаких ни товаров, ни ничего. Мы здесь вот там встанем. И что? Это будет приводить к тому, что ситуация здесь будет обостряться. Неужели власти не понимают, что мы ведем себя более по-государственному, чем они? Зачем они нас проглацируют? Мы... Я почему эти президентские встречи вспомнил? Я обозначал, что это является для нас такой красной чертой. Мы обозначили там несколько красных чертой по вопросу граждан, которые для нас это красная черта. Давайте не будем ее переходить. Все остальные вещи мы можем обговаривать, соглашаться, не соглашаться. Есть разные мнения, но есть какие-то вещи, которые мы должны, конечно, обсуждать. К сожалению, в большом... К сожалению, в большом... Я опять говорю, сегодня, вот перед Пасхой, я не хочу... Избегаю таких крайних суждений. И, надеюсь, мы попросим встречу с президентом, чтобы нам еще раз встретиться, объяснили нам, и мы, может, доведем до него, чтобы наша цель... Он приостановил это решение. До того, как мы вместе с таможенными органами, со специалистами еще раз соберемся обсудить. Почему? В какой-то момент, где мы можем пойти как бы на встречу в черт, как я вижу. Если наши таможенные органы решили, что вот эти 50 килограмм, которые проходят в личных целях, Часть проходит без пошлина. Скажем, сыр везет человек, 3 килограмма сыра он везет без пошлина в Абхазию, тогда ее ходит. А все остальное, скажем, до 50 килограмм, там какая-то пошлина будет накладываться. Это можно обсудить. Это можно обсудить. Человек везет там запчасти, написано там, 4 покрышки, да? Купил там, везет. Он мог здесь купить, но заходил, деньги там оставил. Вот на 4 покрышки, пожалуйста, Поршину заплатите и завози, потому что ты деньги оставил не в Абхазии, а оставил там. Вот на такие, но когда идет, что индивидуальные предприниматели, до 600 тысяч рублей, как вчера я слабо поставил, ну и мы фирмам не будем разрешать, хотя это тоже не нарушение. Монополию создают очередной. Свободны права населения, юридическим лицам, а вот индивидуальный край, наши супицы, что значит наши супицы? Вы о чем говорили? Это и есть торговые отношения, есть, это и есть торговые. Если вы в рамках того, что для личного пользования везет, вот там можете какую-то градацию сделать, это мы еще можем обговаривать эти моменты. А все остальное, это говорит о том, что нынешние власти потеряли чувство реальности. Просто потеряли чувство реальности. Это просто с заявлениями с нашей стороны не отойдется. Да. С сожалению. Просто с заявлениями, как мы обычно реагируем, это не отойдется. Мы примем другие реальные меры, мы обратимся к нашим сторонникам, мы проведем другую пресс-конференцию, уже другие слова там будут звучать. Я никого не пугаю, здесь никто не боится. Ну, это как бы в рамках политической борьбы, в рамках ОСОКОНа мы очень много можем провести такого, что мы заставим власть сесть за стол и отменить те решения, которые не идут на пользу нашему народу и государству. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Или пусть идут домой. Хотел добавить, дорогие друзья, коротко скажу. За последние три года мы наблюдаем за процессами, которые проходят вокруг границы и связаны с вражеской Грузией. Напомню, власти хотели заключить какие-то договора с экономического характера с Грузией, мы противостояли. Также многоуровневые переговоры в концепции международной политики президент подписал от правил парламента. Мы и в этом тоже противостояли. Также незаконная паспортизация граждан Грузии, живущих на территории Восточной Абхазии. Я что хочу сказать. Все время наших политиков, чиновников различного уровня тянет в Грузию. Хочу спросить, что вообще происходит? Им целого мира мало, от Калининграда до Владивостока. Это наш стратегический партнер, Российская Федерация. Почему оттуда мы не можем завозить сельскохозяйственную продукцию? Мы почему не можем вообще производить здесь, если у нас есть Министерство сельского хозяйства, семена, почему должны мы брать у врагов наших? Почему мы должны трактора покупать у грузин? Почему не с Белоруссии, например? А не с России? Очень много вопросов возникают, дорогие друзья. Мне кажется, что наш народ недостаточно информирован о процессах, которые проходят в нашей стране. Я убежден в том, что если бы наш народ, многострадальный народ, кстати, хочу сказать, что еще матеря наших погибших героев, еще живы, дорогие друзья. Я не сомневаюсь, что если они будут знать правду о происходящем в стране, я думаю, что были бы процессы, которые ушахнули бы ситуацию вообще в нашей стране и привели бы к нежелательным процессам. Я еще, чтобы два слова хочу добавить, я вижу, что многие люди не понимают, что это финансово. Когда мы вышли сюда, ко мне подошли там ребята, которые как бы сторонники нынешней власти, и они говорят, почему мы, говорят, должны, вот из Грузии машина поступает в Россию, там, по экспорту, потом приезжает там через Северную Абхазию, мы здесь покупаем, что тогда мы в Грузии не зарабатываем, я говорю, ребята, неужели вы простых вещей не понимаете, когда происходит реэкспорт, там Грузия, наверное, зарабатывает 50 долларов или 100 долларов за реэкспорт, то есть машина заехала в Грузию, это же не грузинская машина, да, там, пестолцы скажут, да, уехала реэкспортом в Россию, ну, все же люди не должны вот эти тонкости таможенные знать, понимаете, и вот этими пользуются и говорят, мы хотели дешевле сделать для нас, а вот оппозиция, видите, как себя ведет, вот народ там дешевле купил, слушайте, мы фирма, что ли? Если мы страна или фирма, эта фирма не думает о государственных интересах, о том, что это значит, понимаете, что это значит грузинские товары завозить, к чему это приведет, фирма думает, как найти прибыль. Если мы государственные, не государственные, а фирмачи какие-то, да, ну, так и ну, но даже при этом случае, даже при этом случае, что происходит, когда ты напрямую, когда груз, который пришел в Грузию, заявляется, что он уходит не в Россию, а сразу в другую страну, которую они призывают, а уходит на территорию Абхазии, они говорят, полное растаможение, потому что они территорию Абхазии считают своей. Этот товар, эта машина уже становится грузинским товаром. Кто бы его не выпустил, Мерседес, там, Тойота компания, это уже все, любой растаможенный на территории Грузии товар, он становится грузинским товаром. Естественно, Грузия получает там, скажем, тысячу долларов, к слову я говорю, приходит эта машина сюда, Абхазия тоже не признает же, естественно, то, что там в Грузии какие произошли манипуляции по оформлению этой машины и так далее, тоже берет пошину здесь, но, спрашивается, а если Грузия берет на 2000 долларов за растаможку, Абхазия взяла 500 долларов за растаможку, у них там на бюджет на полтора-десяти годника больше денег посудит, да? Еще один момент я хотел бы добавить, есть информация, которую надо проверять еще, представители МУПа сидят на границе по реке Ингур и изымают свою собственную пошлину с различной продукцией. Пару груз — это 2 рубля с килограмм. В связи с чем? В связи с чем хотел бы спросить. Это муниципальное монетарное предприятие. Никакого отношения к госстандарту или же к другим... Какое муниципальное предприятие? Гальское. Гальское, имеется в виду, то есть Айзида, представитель администрации Гальского района, находится на границе и изымает мзду. По рублю, по 2 рубля. По какому праву, хочу спросить, господа? Ну, эту информацию еще перепроверим. Я же сказал, мы еще проверим эту информацию. Правда? Это же не карантинная служба какая-нибудь. Мы просим президента страны еще раз бы приостановить это решение. Мы просим на встрече, мы просим собрать рабочую клубу, обсудить и приблить к общему. И все остальное, это обострение внутреприватической ситуации в стране и очень серьезно. Также еще хотел бы добавить, что, как и говорил выше, я считаю, что наш народ не до конца не формирован. Поэтому считаю важным, необходимым, чтобы это было освещено на абхазском телевидении, на государственном телевидении. Чтобы мы имели возможность говорить там напрямую со своим народом. Не все пользуются социальными сетями, не все могут получить достоверную информацию. Абхазское телевидение смотрит очень много поколений. Уже это вжилось, что вечером надо смотреть абхазское телевидение. Там ровно говорят то, что показывает Ирина Шикаева надо. Не более того. Мы требуем, чтобы на абхазском телевидении выступали, принимали участие в дебатах, в каких-то, я не знаю, круглых столах. Хотя бы, я не знаю, 15 минут в месяц. Дайте нам, пожалуйста. Обращаюсь к вам, уважаемые представители власти. 15 минут в месяц можно нам на абхазском телевидении говорить свое мнение по различным вопросам, касаемые нашего народа и государства. Ни в коем случае о коммерции. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, пожалуйста, Юрий Курасов. Ну, не буду много времени отнимать. Все, что вы сказали, в течение нескольких лет, все пришло к тому, что это закономерное явление. Мы до сих пор не поняли, что наше здоровье, экономика и все другие, все случилось после войны. 92-93 год. Мы стали ездить туда за бесплатным лечением. Наши ветераны, наши граждане и так далее. Так мы смотрели на это сквозь пальцы. Поток увеличился. Республика Аказия, где я работал, об этом писала. Меня останавливало. Я сказал, я не понимаю, вы куда едете? Вас загнали в грязь по копой. Вы получили ранение, вы едете в Крузию лечиться. Вы что говорите? В итоге поток увеличился туда. Как мы смотрели? Сквозь пальцы. Дальше больше. И все сегодня привело вот именно к этому. Уже и товары на 600 тысяч. Есть такое оборудование. Леха передачала. Потом будет на миллион, на два и так далее. И когда люди почувствуют вкус денег, они, оказывается, очень почувствуют. А когда мы, оказывается, очень к деньгам, такое отношение повышенное имеем, мы не заметим, как уже не просто туда-сюда, а они будут предлагать нам здесь что-то продать, здесь что-то совместно и так далее и так далее и так далее. С Грузии, через Осенькину. Он заплатил деньги и все. Это грузинский товар или американский, как ты мог бы сказали, мерседес. Я хочу машину. Продевание с Грузии. И все, на это смотрим. Он хочет ездить на концерты. Конечно. Он хочет посмотреть футбольный матч. Он хочет брендовые вещи, которые сейчас в России. Мало чего хочет. И кто-то только думает о своем жизни. Вы собираетесь. Вы понимаете, Юра? Вы понимаете мифор? Я не хотел, вот я же говорю, как помиды пресс-конференции уходились, не все вещи. Мы имеем дело со системной борьбой против нас. Системная борьба против нас после этих спонтанных всяких войн, которые происходили на нашей территории, уже на научной основе, на грамотной основе, началась после 2008 года, когда Абхазию признали Российская Федерация как независимое государство. Тогда друзья и Евросоюз, их друзья, поняли, что вот как в 2001 году, как в 1998 году, да, военными действиями, как в 1992 году военными действиями не возьмем. Тогда они провозгласили программу Евросоюза. Она в трех словах. Вовлечение без двух слов, без признания. Вот эта политика вовлечения без признания привела к программе, которую правительство Грузии приняло в 2019 году. Она еще до принятия этой программы работала в этом направлении. Что там написано? Они, проекты по Абхазии, Грузия проводит проекты по Абхазии. Это медицинская медицина. Второй проект – это образование. Третий проект – это торговля по разделительной вине. Вот это решение, которое принято президентом, ложится в эту программу, которую Грузинская провинция, она называется «Шаг к лучшему будущему». То есть они хотят, они дейпинговать будут цены. Вот даже машина будет или там что-то обходиться в Грузии, там, скажем, 100 рублей, если это уходит в Ахазию, они готовы ее записать. Они хотят перевести экономические связи от Российской Федерации в сторону Грузии, завязать горизонтальные связи по максимуму, чтобы сказали людям, вот мы в Грузии такую витрыну создали, там все хорошо, там все в два раза дешевле стоит, мы хотим с грузинами торговать, а завтра и жить в одном государстве. Такие тоже будут, кто скажет. В этом плане, на научной основе, разработанной Евросоюзом, американцами с их помощью, проводит политика, когда Накаха Бенглупитис сказал, зачем надо было воевать с Абхазией, их можно было просто 100 тысяч купить. Понимаете? Вот все в этой рамке. Мы прекрасно знаем, что программа по лечению огромную популярность получила в Абхазии. 6-10 тысяч человек, которые выезжают туда на лечение, потому что мы не можем их обеспечить, и это такой момент, когда здоровье касается, когда очень трудно человеку сказать, они вот эти, знаете, как это у Гоголя было, там мертвые души, да, они живые души покупали. Они там присваивали сразу гражданство автоматом, грузинское, потому что только гражданину они могут из бюджета видеть средства на лечение. Они не решили, они весь мир лечит, что ли? Они своих, даже гальцев, которые не имеют гражданства в Абхазии, когда к ним приходят, они оказывают им на тысячу долларов медицинскую помощь. А если Абхаз приходит, на 7 тысяч долларов. Ну, перегонировали. Она очень пара. Вторая программа образования получила стопроцентную реализацию в Гальском районе. Я там был, я противостоял как мог, я договаривался с университетом, платил помощь, вставил автобус, чтобы люди сюда пошли учиться. Эти все проекты, которые на уровне района, даже вот это, что мы на уровне района делали, когда увидела грузинская сторона, что гальские дети, которые оканчивают борщ и стала поступать в вузы Абхазии. А у них был такой закон об образовании, который говорит о том, что дети с оккупированных территорий учатся бесплатно в вузе, в любом вузе. Но они должны были сдавать экзамены. Когда мы сделали так, что здесь начали почти по собеседованию принимать, они сразу изменили свой закон и сказали, дети с оккупированных территорий еще по собеседованию будут поступать в вузы. То есть шла какая-то бордомыка, мы перевели эти школы с лузинской программы на абхазскую программу. Наша абхазская программа, ну там проблем везде очень много, я сейчас не буду об этом говорить. Но вот эта программа, шаг к лучшему будущему, она полностью ложится в решение, если мы начинаем торговлю по для них разделительной, а по для нас государственной. Люди, которые говорят, некоторые, что если мы не взимаем там пошлину, значит это административная граница, а не государственная. Эти люди, ну я скажу мягко, очень сильно ошибаются, что взимаешь пошлину и не взимаешь, от этого зависит, что там государственная граница. Присутствуют наши пограничники, контрольно-пропускной пункт, все наши органы. Сегодня таможенник может получить все это время, у него было больше 50 килограмм, на человека не пропускали. Она защищала наши таможенные границы. У него такая задача все это время стояла. Понимаешь? Что значит нет границ, если нет таможенных платежей? Кто это сказал? Я понимаю, что таможенники хотят платежи получить. Но слушайте, ухотел у всех разный. Но есть президент страны, который думает, должен как государство все моменты и политические, и экономические учитывать и сдерживать тех, кто ходит к нему с прослуживанием, дайте мы привезем там дешевле продукцию из Грузии. А это дешевле продукция. Которая привела с собой, когда контрабанду делали клопы сюда, в Абхазию. Другие заболевания с собой эти продукции привезли. Об этом кто-нибудь думал? А какая-то диверсия завтра будет? Государство возьмет себя, президент скажет, извините, я виноват, вот эти спорами пришел птичий грипп, который мутировался, заразил сотни людей, умер. И это мы запрещаем господь, да? Ну, я не хотел всего, сегодня пятница, я живу. Ваша, давайте... Вопрос. Да не вопрос, я добавить, правда, хотела, вот затронули сельское хозяйство, это острый вопрос, не знаю, чем я занимаюсь, помните, наверное, этих клопов и все остальное. Вот, у меня в тот момент еще возмутил один факт. Скажем так, Гальский район, у нас ходили по Гальскому району грузинские препараты, химические инсектициды, без перевода, разумеется, на грузинском языке. Народ брал и радостно бежал, что делать, этих клопов, тех самых травить в свои сады. Потом пошли отравления. А потом, очень интересно, посмотрела я там один препарат, просто спросила, мне говорят, ну, это имидоклоприд. Прекрасный препарат, хороший системник, но есть одно но. В радиусе 500 метров, если находятся дети, и они минимальные тоже получили имидоклоприда, задормаживается развитие коры головного мозга у ребенка, которая развивается до 21 года. Пардонте. То есть, папа лечит, дети ходят, вот какое поколение, потом мы жалуемся, почему они программу не догоняют, головные боли. Потом, опять же, в ту же грузию наверняка возят этих детей лечиться. Непонятно, чем их там будут потом лечить, да? То есть, вот, оно незаметно. То есть, начинает ребенок отставать там первые полгода, потом год, ну, скатился на двойке так. А, в общем-то, и вырос 21 год, скажем так, не очень умный человек, который можно легко манипулировать. Совершенно верно. Вот так. Знаете, что я? Я думаю, что в городской стране находится биологическая лаборатория имени Ричарда Лугаро, которая работает на Ближний Восток и на Абхазии, прежде всего. Чем они там занимаются, официальная Москва уже неоднократно заявляла. Даже вот этот момент недостаточен для того, чтобы наши власти одумались и прекратили любые торгово-экономические отношения с Грузией. Если вот, как Кутович сказал, люди там живут, хотя они являются гражданами Грузии, ну, такова судьба, так сложилась история, мы не против. В соответствии с законами Абхазии, они там находятся, живут, работают и никаких проблем не испытывают. Никаких ущемлений, прав там нет. Они могут завозить там личные клади 50 килограмм, 30 или 50 килограмм, никаких проблем. Но когда завозят такую большую товарную партию на 600 тысяч рублей, вы представляете, например, сколько кур может один человек завозить на 600 тысяч рублей. Непонятно, с какими курсами. Да, непонятно с чем и с кем. Непонятно, для чего, куда служить. Мы уже работаем часто, коллегия. Спасибо. Мы уже работаем часто, еще раз за вопросом. Давайте. Продолжение. Но, если пойдете к президенту, опять будете вот говорить вот эти истинные и будут спорить кто прав, кто кинул. Было бы неплохо, если бы на какой-то площадке здесь или в другом месте вы пригласили бы и провели Мы приглашаем на Абхазское телевидение в прямом эфире. Но нас туда не пускают. Пригласить специалистов экономистов, таможенников, врачей, значит, и коллегов, и мы это сделаем. Учителей и так далее. И интеллигенцию, и обработку своих, а несколько экономистов. И всю логическую цель построена. первое должны для себя сделать дело и что люди должны узнать Грузия нам в рак или нет в рак. То, что она сосед и будет соседом, это мы без всяких этих целей. И второе логистика. Если начнем завозить, продавить власть этот вопрос, Россия в рак или государство, а значит и ее жителям это пронесет. И надо нам или не надо. Пусть специалисты откровенно скажут. И тогда станет ясно. А то, что вы пойдете и скажете, надо это не вы правы. Мой сосед здесь классов образования он это тоже знает. И тут туда ездит. Он себя считает большим бодрём. Да. Есть пассионарная часть. И второе мы должны решить. 50, 30 этого можно пускать, это не можно и так далее. В свое время я и сам и сейчас говорю это. Спасибо. Президент любой должен взять контроль при гранищем сходе полностью. Вот. Он должен взять и все проблемы будут закрыть границу. Вот с этим я больше согласен. Наглухо. иначе вот это все что вы сказали я объясняю это очень просто. Это обыкновение как камни. Да. Для республики Абхазии. Да. И какие мы не мы мы попадут. Спасибо большое. На этом мы завершаем наш республику. До новых встреч. еще дорогие журналисты вне рамки конференции хочу чтобы вы прорезать. Редактор субтитров